Деньги на дожде Добрый день, я Игорь Иванов и это Деньги на дожде ФАС начинает борьбу за справедливую цену на бензин А справедливая цена на бензин по расчётам 23 рубля за литр Как семья Берлускони участвует в российской приватизации И наконец налоги повысили, реформу провести забыли Ну и собственно мы переходим к последней новости на сегодняшний день Это новость такая не очень приятная Пришла она из Белоруссии, где официальные лица объявили о том, что республика пересмотрит свой контракт с российской корпорацией Unimilk Unimilk Danone Эта компания работает в Белоруссии, производит там молочные продукты В начале февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил недовольство тем, что российская компания слишком мало вкладывает денег в переработку И сегодня стало известно о том, что Белоруссия несомненно расторгнет инвестиционный контракт с Unimilk Danone То есть попросту выгонит российскую компанию из республики К сожалению, это не первый подобный случай такого рода На выходных пришла новость из Киргизии о том, что компания Альфа Телеком может лишиться там своего бизнеса В общем, по политическим абсолютным мотивам, как считают новые киргизские власти Эта компания была связана с семейством Байкиевых, семейством прежнего президента И теперь условия ее, ну там, лицензии прежде всего будут пересмотрены И компания может лишиться бизнеса Точно так же, как его лишилась еще одна российская сотовая компания Компанию МТС в этом году цинично выдавили из Туркмении Ее заменила другая структура, которая, как считает туркменская оппозиция Прямо связана с главой республики Ну и, собственно, может быть, российским компаниям станет от этого легче Но то же самое происходит и с крупнейшими международными финансовыми институтами Банк HSBC работает в Катаре еще с 50-х годов нашего века И вот сегодня пришла новость о том, что банк HSBC может быть лишен права Работать с исламскими финансами То есть выдавать исламские займы заемщикам в Катаре Центральный банк Катара собирается отозвать у исламского подразделения банка HSBC Соответствующую лицензию Ну а мы переходим к сделке дня Сделка дня сегодня Это, собственно, сделка, которая еще не заключилась, но которая, вероятно, состоится Правительство России продает свой пакет акций в банке ВТБ Предполагается, что будет продано около 10% И как стало сегодня известно журналистам, покупателям, якорным инвесторам в ходе этого размещения Может стать, по сообщению газеты ведомости, итальянская страховая группа Генерали Это очень интересная структура Собственно говоря, почему? Крупнейшим акционером страховой группы Генерали является итальянский Медиобанк 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 один из старейших банков Италии С которым связано немало скандалов Ну, например, в 90-е годы, как считается, Медиобанк Спас от банкротства бизнес Сильву Берлускони, нынешнего главы республики Предоставив необычайно льготные займы его компании Фининвест И, собственно, более того, их сотрудничество плодотворно продолжалось и дальше Если мы сейчас посмотрим на совет директоров Медиобанка Мы обнаружим там интересную личность Марину Берлускони Марину Сильвину Берлускони Это дочь нынешнего главы Италии Сильвии Берлускони Которая, собственно, возглавляет холдинг Фининвест А холдинг Фининвест середины нулевых является одним из крупнейших акционеров Медиобанка Собственно, Фининвест заключил так называемый shareholder agreement То есть соглашение о совместном управлении Медиобанка с другими акционерами Собственно, в рамках этого соглашения Марина Берлускони получила место в совете директоров Вот таким нехитрым образом мы видим, что семейство Берлускони поучаствует в приватизации банка ВТБ Ну, а, собственно, о том, откуда там вообще взялась группа Генерале Мы хотели бы поговорить с корреспондентом журнала Forbes Юлией Чайкиной Юля, если я правильно понимаю, раньше эта сделка по продаже 10% акций ВТБ вообще должна была пройти в другом формате, верно? Да, совершенно верно А кто должен был быть, так сказать, якорным инвестором, если я правильно понимаю, Генерале появилась в последние дни И она сменила... Изначально... Да Изначально предполагалось, что организатором выступит исключительно банк Мэрил Линч Который должен был привлечь американский фонд TPG Capital Который, в свою очередь, должны были привлечь других иностранных инвесторов для покупки 10% акций ВТБ Но ситуация изменилась, видимо, инвесторам выставили слишком сложные условия И большинство из них отказались от участия в этой сделке Поэтому банк срочно привлек еще двух организаторов Это дочерняя его структура ВТБ Capital и Deutsche Bank Появление Deutsche Bank тоже неудивительно, так как команда ВТБ Capital раньше работала в Deutsche Bank И они же проводили первичное размещение акций ВТБ еще до кризиса Именно они и смогли привлечь генерали в качестве второго якорного инвестора Хотя, наверное, сейчас правильнее уже говорить, что это будет первый якорный инвестор А, Юля, позвольте такой еще вопрос В России группа генерали известна своими инвестициями в финансовые институты В частности, в Home Credit Bank, который, как считается, ну, как, собственно, писали в СМИ Возможно, в ближайшее время купит банк ВТБ Можно ли говорить в таком случае о сделке такого размена? ВТБ забирает себе Home Credit и отдает генерали часть своих акций Наверное, это звучало бы очень красиво, если бы можно было сказать об обмене акций Home Credit and Finance Bank и ВТБ Но, тем не менее, так говорить не совсем верно Потому что Home Credit, например, принадлежит чешской группе PPF Group Которая не является основным акционером генерали Она второминвентарный акционер Спасибо С нами была Юлия Чайкина, корреспондент журнала Forbes Мы обсуждали сделку по приватизации банка внешней торговли В рамках которой крупнейшим покупателем его акций станет итальянская группа генерали Раньше считалось, что это будет американский фонд техос-пасифик групп ТПГ Однако, теперь вместо него будет группа генерали Которая напрямую аффилирована с семейством итальянского премьера Сильвио Берлускоди Ну, а мы, собственно, переходим к следующему разделу К компании дня Компания дня Это Всероссийский выставочный центр ВВЦ, бывшая ВДНХ Собственно, уже на выходных пошли разговоры о том, что на крупнейшей советской выставке Пройдут гигантские изменения Газета РУ в субботу сообщила о том, что в управлении То есть ВВЦ может быть передан, пардон, в управление Коду Ниссанову и Зараху Ильеву Это предприниматели, которые, как считается, довольно тесно связаны с Тельманом Исмаиловым А уже в понедельник газета «Коммерсант» вышла с новым сообщением о том, что государство вложит около 4 миллиардов долларов в развитие ВВЦ А представителем совета директоров станет Игорь Шувалов При этом этот проект назывался неприбыльным для инвесторов Предполагалось, что на месте ВВЦ будет, собственно, построен целый конгломерат Огромное количество разных недвижимости Давайте посмотрим, что должно появиться на месте ВВЦ Вот зона отдыха займет около половины площади Центр качества жизни Инновационный кампус, ну куда же без него И аллея наций Но, в принципе, несмотря на то, что все это звучит абсолютно нерыночно По проекту развития ВВЦ предполагалось, что более миллиона квадратных метров будет построено на месте выставочного центра Из которых 800 тысяч составит коммерческая недвижимость О том, насколько прибылен, может быть, этот проект Мы хотели бы поговорить с главой Департамента коммерческой недвижимости Пенни Лайн Риэлти Алексеем Могилой Алексей, слышите нас? Да, добрый день Здравствуйте, Алексей А насколько, на ваш взгляд, рыночно состоятелен этот проект реконструкции переустройства ВВЦ? Вполне состоятельный, с маленькими оговорками Наверное, все-таки не 4 миллиарда долларов, а 4 миллиарда рублей На 4 миллиарда долларов можно полмоской перестроить 120 миллиардов рублей приводит коммерсант Ну, вот как-то да, жуткая цифра на самом деле С точки зрения рыночного использования проект вполне может быть привлекательный, опять же, с оговорками То есть, скорее всего, будет использовано не в чистом виде под коммерческую недвижимость, а все-таки под жилье Потому что такой объем коммерческих площадей, офисов, гостиниц просто в таком месте не нужен Безусловно, историю этого места необходимо использовать Я не уверен, что там нужен какой-то инновационный кампус Нам сколково вполне достаточно, и он еще до конца не раскручен И с точки зрения государства я бы, например, на два проекта в Москве по инновациям Там не сильно бы раскидывался А сосредоточился бы, например, на том, ну, на сколково на этом проекте Что касается этой площадки, она интересна Она интересна для того, чтобы построить жилье, какое-то небольшое количество офисов И использовать часть территории для, скажем так, поддержания темы ВВЦ В плане развития, может быть, выставочного комплекса Он будет вполне полезен, и он уже имеет какой-то исторический бэкграунд Использовать ту историю, которая есть у этого места Например, там, да, там, для музеев, для каких-то там развлекательных парков Опять же, с учетом того, что, там, осветить, там, историю Советского Союза Те, там, промышленности, сельского хозяйства Это вполне можно сделать Понятно, что не на такой огромной территории, как сейчас Алексей, а такой вопрос, довольно похожий проект реализуют за МКАДом Я говорю о Крокус-Сити А можно ли сравнивать Крокус-Сити и проект переустройства ВВЦ И кто из них может иметь, не знаю, преимущество? Крокус-Сити сейчас уже имеет преимущество Безусловно, особенно с открытием там станции метро Крокус-Сити подошли очень грамотно к развитию этой территории Очень многие в этот проект не верили Но товарищ Агаларов сделал прям очень грамотный и хороший проект И с точки зрения финансовых вложений Да, с точки зрения экономики, с точки зрения его использования И территория Крокуса будет развиваться и в дальнейшем Я думаю, что имеет полное право на жизнь И считается успешным проектом, на мой взгляд Понимаю, а если уже есть Крокус, есть ли смысл перестраивать ВВЦ Как выставочную площадку? Я не говорю, чтобы построить там мега какой-то выставочный комплекс Крокус нацелен на проведение современных каких-то выставок и мероприятий И Крокус-Сити-Холл, в котором проводятся концерты хорошего уровня Имеется ввиду все-таки сделать больше историческое какое-то место Историческое выставочное место Понимаю, спасибо С нами был Алексей Майгила, директор департамента коммерческой недвижимости Пенни Лайн Риалти А мы идем дальше У нас новости потребительского рынка С нового года налоги на фонд оплаты труда увеличились В частности, довольно серьезно увеличился взнос в фонд Обязательного медицинского страхования Если раньше он составлял 3,1% от зарплаты России Теперь он увеличен до 5,1% То есть на 2% или более чем в полтора раза Предполагалось, что в обмен на повышение налоговой нагрузки Власти проведут целую реформу Обязательного медицинского страхования С тем, чтобы пользоваться поликлиниками Стало, ну, более-менее просто и удобно Вот, собственно, посмотрим, что задумывали власти Речь идет о пяти основных изменениях Это право выбора страховой компании и смены ее Это, собственно, право выбора врача и больницы То есть, видите, не приписаны к поликлинике по месту прописки А можете, ну, по идее, с 1 января ходить в любую Ну, и, собственно, право на медпомощь в любом регионе Опять-таки, вне зависимости от прописки То есть, даже если вы прописаны, ну, я не знаю В Петербурге, Пскове, Воронеже Вы все равно обязаны Ну, то есть, вас обязаны принимать в московской поликлинике Ну, и так далее Собственно, однако Получилось так, что Как пишет, опять-таки, сегодня коммерсант Реформа не заработала из-за отсутствия подзаконных нормативных актов О том, собственно, так ли это Мы поинтересовались у главы фонда ОМС Андрея Юрьевна, и вот что он нам рассказал С вами знаем, что у нас увеличились страховые взносы Страховые взносы, которые уплачивает работодатель В зависимости от объема фонда оплаты труда Если раньше они составляли 3,1%, теперь 5,1% 10 тысяч мы всегда называли эту сумму Примерно к 13-му году, когда это должно случиться По этому году, с учетом тех средств, которые направляются, скажем На модернизацию, если вот эти 2% дополнительно посчитать То это будет где-то в районе 5-6 тысяч на человека Собственно, о чем говорит Андрей Юрьевна О том, что еще один пункт реформы Это увеличение количества услуг, которые приходятся в среднем на одного человека Пока не заработал По его словам, сейчас мы уже можем пользоваться всеми остальными плодами реформы А с отдельными случаями, когда, допустим, московские поликлиники Не принимают иногородних по-прежнему, как и раньше Фонд будет разбираться отдельно в ручном режиме Ну, а, собственно, следующая новость Это туризм Все мы знаем, что в Египте происходит волнение И из-за этого туда отменены рейсы, в том числе туристические И, собственно, в связи с этим появилась такая не самая приятная новость Которая стоит в том, что из-за волнения в Египте Выросли, примерно, на 100-200 долларов стоимости натуры по другим направлениям Так сказать, египто-замещающим Ну, и, на самом деле, еще одна напасть Еще одно место для южного отдыха – это Таиланд Там тоже начались волнения Но, на самом деле, не внутренне уже Снова какая-то там конфликт с Камбоджей Снова эскалация, так сказать, напряженности Идут перестрелки на границе И говорят, что, возможно, все это закончится полномасштабной войной Ну, и мы позвонили Владимиру Конторовичу Вице-президенту стации туроператоров И он нам рассказал, что помимо подорожания туров Возможно, будет случиться на туристическом рынке еще одна напасть Давайте послушаем, о чем он Крайне тяжелое последнее время для туризма Начиная с середины ноября Бедствия сыпятся одно за одним И это все наносит большой ущерб туристической индустрии И чревато самыми драматическими последствиями Как для отрасли СЭЛа, так и для отдельных компаний Тут банкротство компании «Капиталтур» А потом были акулы, холера На Гаити предупреждение Анищенко о том, что не надо ехать На Доминиканскую республику Достаточно важное направление зимой Коллапс в аэропортах, потом был взрыв в аэропорту Потом был Тунис, потом вот сейчас Египет И уже тут же начинается От чего какая-то буча заворачиваться в Таиланде Да, это было одно из тех направлений, куда люди поехали вместо Египта Говорю уже о том, что эти месяцы, январь, конец января, февраль В любом случае убыточно для туризма индустрии Потому что очень низкий сезон А тут еще и это Поэтому вот в связи со всем этим Я думаю, что будут компании, которые всего этого не переживут Владимир Контарович говорит о том, что помимо того, что туры уже сейчас дорожают Возможно, нам придется столкнуться с фактором банкротства и других туроператоров Подобно тому, как осенью прошлого года обанкротился капитал тур Ну а следующая наша новость – это цены на бензин Федеральная антимонопольная служба начинает новый этап реформы борьбы за справедливые цены на бензин Собственно, в чем здесь коллизия Коллизия стоит в том, что есть два подхода к определению справедливой цены на бензин Предложенных самой федеральной антимонопольной службы С одной стороны, это рыночный подход ФАС хотела бы, чтобы цены на топливо определялись на бирже Но, собственно, теперь ФАС недовольна этой методикой Собирается от нее отказываться И сосредоточиться на так называемых справедливых ценах Которые ФАС рассчитывает по формуле В зависимости от мировой цены Формула справедливой цены на бензин рассчитывается для каждого региона О том, какова должна быть справедливая цена по методике ФАС для города Москвы Мы поинтересовались у аналитика Банка Москвы Дениса Борисова Вот что рассказал нам Денис Цена европейская минус пошлины, минус транспорт Хотя, собственно, основной вопрос это вопрос транспорта От какого пункта считать тот маршрут, по которому будет поставляться бензин? Ну, грубо, если в настоящий момент по 92-му бензину Паритет находится где-то на уровне 24-25 рублей за литр При этом, если от цена на нефть, которая есть сейчас, сохранится Цены на нефтепродукты в Европе расти не будут То это может привести к снижению вот этой цены Экспортного паритета где-то до уровня 23 рубля за литр Спасибо, Денис Борисов по нашей просьбе считал справедливую цену на бензин для города Москвы Это 23 рубля за литр 92-го бензина Собственно, вот это основные российские новости И теперь посмотрим, что обсуждали в блогах профессиональные финансисты, спекулянты В блогах и специализированных СМИ Блоги Аналитик Дирк Ван Дик обращает внимание на несколько крупнейших американских компаний Которые представят свои годовые отчеты на этой неделе Это Cisco, Philip Morris, Kraft Foods, Disney, Coca-Cola и PepsiCo Кроме того, в четверг станет известен объем дефицита бюджета в январе Аналитики предсказывают, что по сравнению с декабрем он подскочит почти на четверть до 50 миллиардов долларов Прогноз на год также неутешительный – полтора триллиона долларов Наконец, в пятницу станут известны данные о дефиците торгового баланса в США Который, как ожидается, немного вырастет до 40 с лишним миллиардов Экономист Барри Ридгольц предлагает интересный взгляд на стоимость рекламного времени Во время трансляции финального матча чемпионата США по американскому футболу Знаменитого Super Bowl 30-секундный ролик стоил рекламодателям около 3 миллионов долларов Это означает, что в годовом выражении стоимость рекламного времени составляет 3 триллиона 150 миллионов долларов Эта огромная сумма почти равна объему ВВП Германии Четвертой по размеру экономики в мире Обозреватель Пол Кидорский предлагает обратить внимание на интересный график Он сравнивает данные по экспорту китайских товаров в США и занятости американцев на производстве Если посмотреть на график, то видно, что снижение экспорта в последние десятилетия Оказывается фактически прямо пропорционально росту числа американских рабочих Впрочем, комментаторы блога Кидорский немедленно обращают внимание на то, что Корреляция показателей далеко не всегда означает их причинно-следственную связь Блоги И новость, которая пришла уже сегодня Америка Онлайн Аул за 315 миллионов долларов купил Хаффинтон Пост Издание, которое агрегирует новости, которые поступают по каналам социальных медиа И это, вероятно, одна из крупнейших сделок такого рода Ну а у нас на сегодня все С вами был Игорь Иванов Это были «Деньги на дожде» Смотрите нас в 17.25 До свидания, пока Деньги на дожде Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok